Уриэль, возвращаясь к теме помощи Украины, вот я не просто так сказал, что Уриэль постоянно находится в Конгрессе, в Сенате прям не вылазит из этих кабинетов и агитирует всех этих людей за то, чтобы предоставить Украине как можно больше денег, 60 с чем-то миллиардов долларов, уже сейчас, в нынешние дни, потому что Украина действительно в этом нуждается. Вы уже сказали, что это проблема внутреннего масштаба в США. Я даже уточню для наших зрителей, объясню, что это проблема, связанная исключительно с вопросом миграции в большинстве своем. Но возникает вопрос, на каком сейчас этапе этот процесс по предоставлению Украине 60 миллиардов помощи и когда будут деньги? Очень хороший вопрос. Много кто в Америке это тоже тот же самый вопрос спрашивал. Вот я даже как раз недавно говорил с одной из моих приятелей в Конгрессе, и вот она мне вот как раз рассказывала, что даже вот среди них они четко не знают. Это с одной стороны может случиться на следующей неделе, а может и не случиться. Значит, вот я могу рассказать. Традиционно, вот два месяца назад этот разговор начался, и вот республиканцы сказали, что вот они согласятся с демократами, они продвинут помощь Украине, Тайваню и Израилю, если демократы согласятся на какой-то договор насчет южной границы. И в начале вот демократы как бы колыбались, они вот говорили, что нет, мол, надо помогать Украине, Израилю, Тайваню, немедленно, сию секунду, а про границу можно говорить отдельно. Республиканцы не меняли свою позицию, они говорили нет, ничего не будет, пока мы не решим вопрос на южной границе. И вот прошло несколько недель, прошло месяц, это уже, мы скажем, в середине декабря, к концу декабря, демократы начали говорить, ладно, все, мы поняли, мы будем работать над южной границей. Теперь в январе демократы начали очень серьезно говорить, вот какой договор они могут найти. И они начали выступать и говорят, вы знаете, мы можем найти тот договор, мы готовы серьезно заняться южной границей США. И сделать, честно говоря, то, что вот республиканцы очень долгое время, мы не говорим несколько месяцев, республиканцы уже это продвигали с 2006-2007 года. Значит, это правда долгое время, и вот демократы наконец-то в январе начали говорить, все, мы готовы на это, давай мы будем продвигать вот какой-то договор, где в предыдущих таких договорах, это мы старались сделать в 2007 году и в 2014 году, это был, я бы сказал, более такой центристкий. Такие договоры, они так и не вышли, потому что экстрим-правые были против, а вот сейчас демократы готовы на договор, который намного правее, который намного агрессивнее, который намного агрессивнее закрывает нашу южную границу. Ну и тут вник Трамп. В середине января, там 2-3 недели назад, Трамп выступил, ну не публично, ну там он начал говорить там в закрытых комнатах, ну и в конце концов и публично выступил, что республиканцы не должны соглашаться ни на какой договор, если они не получат 100% из того, что они хотят. Не 95, не 97%, а 100% из того, что они хотят. И, конечно, это essentially был его аргумент, это то, что вот он хочет баллотироваться, используя аргументы насчет южной границы. Значит, если мы решим вопрос южной границы сейчас, то для него и для вот его шанса выбраться в конце этого года, это была бы очень серьезная проблема. И он, значит, он не хочет, чтобы мы решили проблему с южной границей. И вот сейчас для республиканцев это является огромной проблемой. В Сенате у нас договор почти есть. Вот, наконец-то, демократы, республиканцы более или менее договорились, договор есть, и они готовы идти вперед. Проблема уже не в Сенате, проблема в House of Representatives, в Палате представителей. В Палате представителей. И вот тут серьезная проблема, потому что лидер этой Палаты, Майк Джонсон, выступил и сказал, что нет, никакого такого договора не может быть. Это договор плохой, мы не получаем 100% из того, что мы хотим, мы не можем это продвигать. Нет, окончательно все. Теперь он в очень сложной позиции, потому что если там 4 или 5 республиканцев выступят против него, то все, он потеряет свою позицию. Потому что у республиканцев в Палате представителей настолько маленькое большинство, что почти все, каждый республиканец должен быть готов на какой-то договор. А уже несколько республиканцев выступили не только против договора на южной границе, они еще выступили против помощи Украины. Это совсем, это самые правые, это, скажем, самые лучшие друзья Путина в США. Это такие люди, как Марджери Тейлор Грин, Бо Берт, ну там Мейси, там некоторые такие представители в США, которые вот почти публично готовы сказать, что они поддерживают Путина. И для Майка Джонсона это очень серьезная проблема. И теперь тут остается такой вопрос. Так как демократы уже выступили и сказали, что они готовы на очень жесткие лимитации на южной границе, так как республиканские сенаторы сказали, что они готовы на договор тоже, и что в Сенате проблем нет, то готов ли Джонсон быть тем человеком, который истории запомнит, что это из-за него, что мы не дали помощь Украине, это из-за него, что мы не закрыли нашу южную границу. И я очень надеюсь, что он на это не готов, что он не хочет, чтобы история его так запомнила. Уриэль, ну вот если суммировать это все, сколько подобная ситуация может продлиться? Никто не знает, честно. Когда меня этот вопрос спрашивали в конце предыдущего года, я сказал, что я думал, что это все закончится к концу января. Очевидно, я был неправ. Самая опасная вещь, что какой-либо такой аналитик, который в моей позиции может делать, это делать прогностикации. Я думаю все-таки, что в следующие 2-3 недели мы что-то найдем, и что к концу февраля мы будем продвигаться. Если нет, то тогда уже я думаю, что байденовская администрация будет начинать искать новые опции, которые мы тоже продвигаем, что вот надо взять, конфисковать русские деньги и вам начинать передавать русские деньги просто. Но я думаю, что к концу этого месяца, к концу февраля, какое-то решение, что-то такое мы будем делать. Либо эти 61 миллиардов, либо конфискация русских денег. То есть ты правильно понимаешь, что США, Белый дом, в принципе, готовы эти замороженные активы российские передать Украине? Пока еще нет, но они к этому приближаются. И если они увидят, что Конгресс просто не двигается, и что Конгресс просто по какой-либо причине не готов вам давать эти 61 миллиардов, то я думаю, что у президента другого выбора не будет. И он... Там есть министры в его кабинете, которые против. Вот секретарь Йеллен, она вот против этого, и там есть другие тоже. Но я думаю, что у Байдена просто выбора не будет. Значит, я думаю, что если к концу месяца мы что-то не увидим, то тогда уже администрация начнет очень серьезно двигаться в эту сторону конфискации. Уриэль, я вот знаю, что в Соединенных Штатах огромная такая российская агентура есть, что она работает абсолютно везде. И я более чем уверен, что Россия включила огромное количество лоббистских структур, лоббистов, агентов для того, чтобы блокировать любые инициативы по оказанию помощи со стороны США в Украине. Вот вы можете назвать, какие это структуры, кто эти люди, где они обитают, к кому они ходят, что они делают? Вы имеете в виду, кто эти русские агенты? Русские агенты, русские лоббисты, да. Ну, я бы сказал, что тут это, конечно, это неформальные русские агенты. Может быть, неформальные русские агенты, я не знаю. Формальных русских агентов я не могу назвать, но я точно могу назвать те люди, которые активно помогают России. Есть ли там какие-то договоры между ними, русские спецслужбы или так далее, я не знаю. Но они в результате, они очень поддерживают Путина. Самый важный из этих людей, это, конечно, Такер Карлсон. Это номер один, никто с ним не соревнует. Такер Карлсон, я думаю, ваши зрители, вероятно, его знают. Я объясню, это один из топовых ведущих, который раньше был на таком канале мощнейшем прореспубликанском Фукс Ньюс. А теперь он у Ивана Маска в Твиттере ведет программы на сотни миллионов зрителей, каждый практически там божий. Ну, день не день, но очень часто. Абсолютно. И он такой, у него такая мощь в Штатах, что вот Тед Круз, сенатор Тед Круз, это такой серьезно правый сенатор из Техаса. Он как-то вот случайно правду сказал про 6 января. Вот, что вот 6 января в Штатах там был такой эфорт, это тех, которые поддерживали Трампа, атаковать наш Конгресс. И, ну, можно даже считать, что это был такой дурацкий кудейтар. Это, конечно, ничего не вышло, это, конечно, не серьезно было, но это очень опасно. Все-таки атаковали наш Конгресс в Штатах. Тяжело такое верить. Курейль имеет в виду, что это история 6 января 2020 года, когда была атака на Конгресс США, спровоцированная, кстати, как многие говорят, Трампом и его сторонниками. Абсолютно. И сенатор Круз выступил и сказал, что это абсолютно против закона, это ужасно, и Трамп должен был сделать больше, чтобы это остановить. И все были, мы, честно говоря, мои коллеги, с теми, с которыми я работаю, мы все были удивлены, что сенатор Круз наконец-то выступил и сказал правду. А потом, спустя несколько дней, он пошел, это его все с экстрим-правой начали атаковать, его Такар Карлсон начал атаковать. И он пошел с хвостом между ногами на шоу Такара и начал извиняться. Ну, мол, он не хотел это сказать, да, конечно, это американские патриоты, которые это делали и так далее. Вот какая сила у Такар Карлсона, что сидящий американский сенатор должен был идти на его шоу и просить прощения за то, что он сказал правду насчет 6 января 2020 года. Хорошо, кто еще? Карлсон, вот если карлсон. Значит, давай мы будем думать про категории. Вот там есть ведущие, такие как Карлсон, такие как Глэн Гринвальд, Тулси Габбард, Ханнити. И тут как раз что интересно, что они и с экстрим право, и с экстрим лево. Тукер Карлсон и Ханнити это справа, Тулси Габбард и Глэн Гринвальд это слева. Вот такие ведущие, которые продвигают поле, самые аргументы, как и продвигает Соловьев на Первом канале. Значит, есть такие ведущие. Потом, вторая категория, можно сказать, такие бизнесмены. Такие, которые работают либо в Silicon Valley, в технари, либо в финансе. Такие люди, для которых, я бы сказал, деньги важнее всего. И вот они считают, что найти какой-то договор с Путиным поможет с бизнесовой точки зрения. И вот тут первым делом мы видим Илан Маска. Ну и, к сожалению, не только Илан Маск. Тут и такие люди, как Дэвид Сакс. Такие там есть полное... Это Галабанка, правильно? Это Галабанка... Правильно это моя или нет? No, no, no. Дэвид Сакс это... Он работал вместе с Питер Тилл. Это вот PayPal и все прочее. Вот такие payments для платежа. Платежная система. Спасибо. Платежная система. Но у него и другие, конечно, компании, другие интересы. И вот это такие технологии, которые не понимают, я бы сказал, геополитику. И более того, для них думать с моральной точки зрения, я думаю, очень сложно. Вот они видят мир с точки зрения бизнеса, с точки зрения цифр. И вот стараться думать про мир с точки зрения моральности для них сложно. И вот такие люди, вот Илан Маск, Дэвид Сакс и прочее. Потом есть академики. Вот такие, которые считают себя реалистами. И, ну, они считают себя современными Киссинджерами. Я объясню только нашим зрителям, что академики у Реали имеют в виду не наших академиков из Академии наук, а интеллектуалов американских. Да, спасибо. Да, наши публичные интеллектуалы, такие, как Мир Шаймер, Стивен Уолт, Сэмюэл Чарап в Рэнд Корпорэйшн, и считают себя... О, Джеффри Сакс, слева из Колумбия Университи, которые считают себя такими умными, такими честными. И вот они все говорят, что, честно говоря, это вина Америки, что вот Россия начала это полномасштабное вторжение, это из-за того, что там были вопросы насчет НАТО и все прочее. Несмотря на то, что вот эти люди были неправы, все, что они говорили про Россию последние 10-15 лет, было доказано абсолютно неправильно. Они продолжают выступать, они продолжают говорить и нести свой бред. И, к сожалению, у них есть достаточно много влияния. Вот такой, как Сэмюэл Чарап из Рэнд Инститюшн шел в Белый дом и имел много встреч с членами байденовской администрации. Какого черта они с таким встречаются, я не знаю, но так бывает. Значит, я бы сказал, что это вот третья такая категория. А четвертая категория – это просто те люди, которые уже… Они от всего устали. Они считают, что Америка должна просто перестать думать про мир. И вот America first. Мы просто должны вернуться к своим границам, забыть про все остальное. И какая разница, в конце концов, Россия, Украина – да это все одно и то же. Им уже это все надоело. И вот это, я бы сказал, четвертая категория. И вот тут, в этой четвертой категории Россия тоже очень много влияет. Я недавно завтракал с членами Конгресса. И там, на этом завтраке, был член Конгресса из Техаса. И, ну, такой серьезный республиканец, который тихо поддерживал Украину. Он не очень публично. Я бы сказал, что это очень часто среди республиканцев, потому что они тихо готовы поддерживать Украину, а публично они подбаиваются. Ну, вот он так между нами на этом завтраке говорил, да, конечно, я вас поддерживаю 100%, без вопросов. Но смотри, мои избиратели, спасибо. Мои избиратели, им это все надоело. И более того, и вот тут это меня очень удивило, потому что я понятия не имел. Это случилось два месяца назад, и это просто был шок. Для меня, что вот в Техасе он мне сказал, что Russia Today, RT, имеет огромную аудиторию. То есть, Симоньян в Техасе имеет огромную аудиторию. Откуда, как, почему, я не знаю. Но, несмотря на это, он мне сказал, так лично, лицо в лицо, он мне сказал, что Симоньян, вот этот канал, имеет огромную аудиторию в Техасе. Люди слушают, люди верят. Вот это, что значит сила России в Штатах. К сожалению, время улетучивается, да, у нас летит оно так очень быстро, у нас остается совсем несколько минут, да, совсем мало времени до конца нашего эфира. Уэль, такой вопрос. Последний, наверное, на сегодня. Администрация Байдена, да, нынешняя администрация президента США, она хочет поражения России, хочет поражения Путина, или она все-таки боится этого и боится распада России? Это очень хороший вопрос. Вот вы говорили, вот я очень близко работаю с Гариком Спаровым, вот мы с ним это очень часто обсуждаем. Что хочет байденовская администрация? Я думаю, что байденовская администрация хочет конец этой войны, чем быстрее, тем лучше. И да, они поддерживают Украину. Я бы сказал, что они серьезно поддерживают Украину. Но до сих пор они не готовы сказать, что конец этой войны это выигрыш Украины и проигрыш России. Они до сих пор не готовы это сказать. Я вот, я недавно был на ужине с Джейк Салованом, и даже был такой к нему вопрос, его немножко... Это советник президента США по национальной безопасности? Да, это ключевой человек в администрации в вопросах, связанных с Украиной. Ну, он, Блинкен, наш министр иностранных дел, и Остин, наш министр обороны, они втроем, они втроем самые такие важные, но из них Джейк Салован важнее всех. И он до сих пор не готов этого сказать. Он не готов сказать, что конец этой войны должно быть полное поражение России. И это огромная проблема для нас. И мы делаем все, что мы можем, чтобы уговорить администрацию, что они должны публично высказаться, и они должны публично это сказать. Чтобы даже в Украине, чтобы в Украине знали, что Америка с вами до конца. Потому что вот Байден всегда говорит, что we are with Ukraine as long as it takes. На английском. Мы с вами, неважно, как долго это будет стоить. А что это, он никогда, в общем-то, не объяснял. До сих пор после того, что уже прошло почти два года. И напоследок, скажите, пожалуйста, как вы думаете, тайные переговоры или вообще переговоры по линии Москва-Вашингтон сейчас проходят? Говорят, есть какие-то отдельные фигуры, которые пытаются добраться к Белому дому? Детали этого я не знаю, но я предполагаю, что, к сожалению, такие разговоры происходят. Несмотря на то, что я считаю, что это очень опасно и что Путин никакого настоящего мира не хочет. Все, что он хочет, это перекур, чтобы через несколько лет опять начать эту войну. Я думаю, что такие переговоры есть, но, чтобы немножко, может быть, успокоить зрителей в Украине, на сью-секунду эти разговоры никуда не идут. Я думаю, даже вот то, что никто и не говорит про них, то, что нигде такого серьезного разговора не существует, показывает, что пока это все на нуле. И более того, это все на нуле, потому что, опять же, сам Путин же не хочет. Путин, его люди, Соловьев, тогда они же все выступают и говорят, что их цель не изменилась. Они хотят взять Киев и они хотят, чтобы Украина перестала существовать как суверенной страны. Это их цель, они продолжают это говорить. И вот я очень часто обладаю то, что мы делаем, это мы еще переводим эти слова с русского на английский, чтобы американцы видели и слышали этого. Значит, даже если эти переговоры существуют, и, к сожалению, опять же, я думаю, что они есть, на сью-секунду это несерьезно, и я не думаю, что эти разговоры куда-то будут идти. Ури, последнее. Какие три шага должны сделать Соединенные Штаты Америки, чтобы Украина победила? Если очень коротко. Очень коротко. Легко. 61 миллиард долларов. Немедленно. Опрувнуть. Первый шаг. Второй шаг. Передать вам все, что летает, стреляет или едет. Самая грубая ошибка Байдена случилась полтора года назад, когда он все тормозил, 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 не давал вам танки, не давал вам достаточно оружия, не давал вам антивоздушное оружие, так далее. Вот. И он там, ну, каждые несколько недель давал вам еще миллиард долларов каких-то оружия, еще немножко, понемногу, понемногу, понемногу. Ну, извини меня, вы не можете так выиграть войну. И это дало России очень много времени. Они изменили свою тактику. Они поставили мины по всей Украине. Там, где они могут, там, где они контролируют. И это просто вы проиграли столько много времени, столько много жизни. Это мне страшно думать. Значит, опрувнуть 61 миллиарда долларов, потом дать вам все, что стреляет, едет и летает. И дать это вам немедленно. Не ждать, не через полгода, не месячно, а немедленно, сразу. И тогда, я считаю, что Украина может пробиться. Спасибо, это было безумно интересно. Друзья, с нами был Уриэль Лепштейн, как я говорил, тайный лоббист Украины в США. Уриэль, спасибо большое. Ну, а друзья, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Напоминаю, Дмитрий Гордон, гостях у Гордона, YouTube-канал Олеся Басман. Кликайте на колокольчик для получения дальнейших уведомлений о наших обновлениях на наших каналах. Их будет безумно много, я вам обещаю. До новых встреч. Пока. Спасибо большое.